Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Ситуация такая, что я очень обидчива, наверное. Да, я отвечу только на первое, на любое ваше сообщение. Я не могу понять, адекватна ли моя реакция, потому что муж говорит, что ничего такого не произошло. Ну, смотрите, если вы как-то реагируете на неприятные для вас моменты, то это, в принципе, нормально, что вы реагируете на это как-то. Другое дело, что обидчивость сама по себе не является как таковой симптоматикой именно реагирования. Обидчивость это скорее то, как вы реагируете на реагирование свое. Понимаете? То есть, например, если происходит что-то, что вам неприятно, то вы реагируете на это, ну, например, там, отражением, да, отращением и чем-то еще, что, в принципе, является нормой. Вы говорите, я этого не хочу, мне это не нравится, я не буду этого делать. Или что-то еще мне неприятно, например. Но обидчивость сама по себе возникает не из этого, обидчивость возникает немножечко из другого. Обидчивость возникает из того, что вы ждете, что этого не произойдет. Обидчивость возникает из того, что, например, вам не просто неприятно что-то, что нормально, А обидчивость возникает из того, что, к примеру, вас это как-то задевает еще. То есть, не просто неприятно, а именно задевает, то есть, принижает, обесценивает и так далее. И вы, как бы, виновником этого считаете своего, например, мужа. Да, и всю, как бы, ответственность за это перекладываете на него. Вы говорите, это ты виноват в том, что мне неприятно. Ну, что даже мне неприятно, а это ты виноват в том, что я себя обесцениваю. Это ты виноват в том, что меня это задевает. Вот что такое обидчивость. Поэтому тут два основных момента. Первое, это ожидание. И второе, это то, что вас задевает, ну, какие-то моменты задевают. Они просто вызывают, например, какую-то реакцию, да, по типу, ну, неприятно. Например. Или, может быть, что-то еще. Дальше. Едем в машине. Я муж и его сын. Дорога дальняя. 850 километров. Я на переднем сиденье с инзади. Решил прилечь. У меня подушка на шее. Мне так удобно в дороге. Муж указывает на подушку, чтобы я дала ее сыну. Отнимает ее у меня. Моя реакция. Муж любит своего сына. Я второстепенный человек, интересный, которому можно пренебречь. Вот. Счастье заключается в следующем. То, что вам может быть неприятно, точно сделал муж. Это нормально. Вам это действительно может быть неприятно. Абсолютно нормальная реакция. Вы действительно можете не хотеть, ну, как бы отдавать, да, там, свою подушку ребенку. Тут многое зависит от того, какие у вас отношения с ребенком, да. Вот. Принимаете вы его или нет. Потому что, если, например, вы его принимаете и у вас, например, все хорошо, то, по идее, желание дать ему подушку возникнет само собой. А может быть, не возникнет. У каждого человека все индивидуально. Совершенно не факт, что это желание возникло бы, даже если бы это был ваш ребенок. Что уж говорить про то, что это ребенок вашего мужа, но не ваш. Вот. Ну, тут повторюсь, повторюсь, нужно смотреть, какие у вас отношения именно. Так вот, вам неприятно. Это нормально. Это нормально, что вам неприятно, точно делает муж. Но то, что вы говорите, что вы второстепенный человек, интересом которого можно пренебречь, это скорее выдает ваши комплексы. Это выдает вашу неуверенность в себе, выдает ваш страх, выдает ваше принижение, обесценивание себя. Понимаете? С одной стороны, да, может быть, действительно, ваш муж вас не ценит, с одной стороны. Но с другой стороны, с другой стороны, и вы как будто бы, ну, себя можете тоже не ценить. Вы можете тоже себя обесценивать, потому что на самом деле то, что сделал ваш муж, совершенно не означает, что вы второстепенный человек, и что вашими интересами можно пренебречь. Здесь история скорее больше про то, что, по-видимому, есть какой-то конфликт с мужем. И этот конфликт с мужем, он не разрешен до сих пор. И эта ситуация, которую вы описали, она как бы является продолжением вот этого конфликта, который не был урегулирован должным образом. Вот и все. Но с другой стороны, эта ситуация может свидетельствовать также и о том, что вы, в принципе, себя обесцениваете и, в принципе, оспариваете свое место, ну, вот, с мужем и его сыном. И именно в силу того, что вы, ну, не уверены в себе где-то, сомневаетесь в себе и прочее, прочее, прочее. И для вас, как бы, подобная ситуация, которая произошла, является, как бы, доказательством того, что либо вы ценный, либо нет. То есть вы эту ситуацию воспринимаете как аргумент в пользу того, ценный вы или нет. Получается, что в этой ситуации вы решаете вопрос своей ценности. В отдельно взятых ситуациях, связанных с другими людьми, нельзя решать вопрос своей ценности, потому что люди поступают по-разному, и это может не быть связано с тем, ценный вы или нет. Но если вы считаете себя второсипенным человеком, если вы сомневаетесь в себе, в своей ценности, то, естественно, вы будете как-то транслировать это окружающим, и окружающие действительно будут вас принижать. Я в один день ошибаюсь в каких-то мелочах. Мне захлопнула дверцу машины плотно. Выбрала не тот товар в магазине, потеряла свои вещи, не могла найти. А тут оказалось, что та вещь в другом месте оставила. И сын мужа говорит мне, что ты сегодня тупишь, повторяет эту фразу каждый раз на каждое действие. Я обижаюсь, муж говорит, он же не хочет тебя обидеть. Опять же, вас это задевает. То есть, ребенок действительно может прикалываться, ребенок действительно может шутить, ребенок действительно может просто вас подкалывать. Это абсолютно нормально. Абсолютно. Опять же, здесь все упирается в ваше взаимодействие с ним. Если вы хорошо знаете ребенка, если вы хорошо знаете своего мужа, вы прекрасно понимаете, что значит его действие. То есть, как вы обижаетесь, говорит о том, что вы его действие воспринимаете как бы отдельно от него, не в контексте его личности, что, в свою очередь, подводит нас к вопросу о том, а насколько хорошо вы, во-первых, знаете ребенка, своего мужа и мужа, а во-вторых, насколько вы можете выстраивать глубокие отношения, близкие отношения, когда вы знаете человека и когда вы отдаете себе отчет в тон, каким образом какие-либо его действия, значит, способствуют реализации личности. Если вы знаете, что, допустим, мальчик, ну, скажем так, он такой веселый, да, он любит шевтить там еще, всякое такое, то нормально, что он будет вас подкалывать. Вот. Дальше. В этой ситуации вы чего-то ждете. Обида это про надежду, про ожидания ваши. Так вопрос, а чего вы ждете? Чего вы хотите? Какая у вас здесь потребность, потребность поддержки? Хорошо, вы можете ее озвучить, эту потребность поддержки. Можно озвучить людям то, что вы от ней хотите. Вот. Но стоит посмотреть на то, чем ваши потребности обусловлены. Дело в том, что именно в силу того, что то, чего вы хотели, то, чего вы ожидали, не случилось, возникает обида. Помимо того, что вас это задевает. Дальше. Вы обиделись на то, что сказал ребенок. То есть вы с ним, получается, не согласны. Правильно я понимаю? Вот правильно ли я понимаю, что раз вы обиделись, значит, вы не согласны с ребенком. Если вы не согласны с ребенком, то как вы назовете то, что произошло в ситуации? Что это такое? Это рассеянность. Это перегруженность. Это усталость. Что это? То есть обижается человек еще и тогда, когда у него нет своих собственных представлений о самом себе. И он зависим от интерпретации его действий другими людьми. И если эта интерпретация для человека неприятна, ну, например, вот он сказал вам, что вы тупите, а вы как бы, ну, запрещаете себе, например, допускать, что вы можете тупить. Ну, вот. Все, вы обиделись. Дальше. Долго собирались, смотрим в ресторан. И вот я оделась, минутой выходим. Звонит его бывшая, затевает разговор на абсолютно несрочную тему, касательно сына. Несрочная тема, это кто решил, что тема несрочная. Я стою, жду, вышла на балкон, зашла в ванную, в комнате постояла. Потом уже сказала, что выхожу сама. Только после этого он засуетился. Я высказал ему свое недовольство. Он ответил, что он не понимал, что так критично, что я его жду. Опять же. Складывается впечатление, что ваш муж про вас не знает. Складывается ощущение, что вы все время рассчитываете на определенную степень осведомленности окружающих людей о том, какая вы. Эти люди не знают, реагируют так, как они привыкли. И вы обижаетесь, потому что ваши интересы не учитывают. Понимаете, прежде чем говорить о том, учитывает ли человек ваши интересы или нет, нужно сначала его поставить в известность относительно того, собственно, какая вы. Есть ощущение, что вы этого не делаете. Вот. Дальше. Значит, применительно к третьей ситуации я бы сказал так. что вам действительно может быть неприятно то, что происходит. Но надо выяснить, чем именно неприятно. Понимаете? Потому что, во-первых, не совсем понятно, почему вы долго собирались пойти туда, куда вы собирались. Это первое. Кто мы долго собирались? Вы или ваш муж? Не я. Дальше. Вы пишете, я оделась, и минута, и выходим. Как будто бы все зависит от вас. То есть, как будто бы здесь только вы определяете, ну, определяете, выходите вы или нет. И у меня сложилось такое впечатление, что пока муж вас ждал, все было нормально. Но когда вам пришлось подождать, все стало не очень хорошо. Почему? Потому что вы себя начали обесценивать здесь. Вот вся штука. И через обесценивание вы, по моему мнению, начали считать, что дело не срочно. Но это не вам решат. На самом деле. И, опять же, вы можете в этом увидеть пренебрежение. И, может быть, это пренебрежение действительно есть. Я не говорю, что его нет. Оно может действительно быть. Другое дело, что одно... Один момент, когда вы это пренебрежение как бы чувствуете, вот... Точнее, видите его в другом человеке, да? Что человек на первом месте ставит себя, и как бы для вас это неприемлемо. Например. И другое дело, когда вас... И вот неприемлемость, да, ощущается как несогласие, непринятие, отвращение. Там, соответственно, какой-то вот, ну, протест, да? Вот такие вещи. Значит... Как бы, это нормально. Это нормально. Это нормально. Когда вы чувствуете вот такую ссору. Но если вы чувствуете, ну, немножечко... Немножечко другие ощущения, да? Если вы, например, чувствуете просто, допустим, что вас, там, ну, не знаю, что вас задевает. Да, да. Вы чувствуете боль, боль. Вы чувствуете вот то, что говорите. То это уже не совсем проблема вашего мужа. Которая действительно, может быть, вас, вами и пренебрегает. Которая действительно, может, совершает действия неприемлемые для вас. Но такие действия, которые для вас неприемлемы, не вызывают обиду. Они вызывают протест, они вызывают понимание того, что я хочу. Они вызывают утрашение. Например, если вы, там, я не знаю, вот вы, допустим, ну, решили вы поесть. И вот вы берете кусочек, да? А он, ну, ну, испорченный. Вот, просроченный или что-то еще. Вряд ли вы будете чувствовать обиду. Если только вы себя не обесцениваете. Вам будет просто неприятно. Вы решите его выбросить. И все. Понимаете? Поэтому, подводя такой вот небольшой итог, я скажу следующее. Что ваши чувства, они адекватны. Все. Даже обида. Вопрос немножечко в другом. Вопрос в конструктивности. Понимаете? В конструктивности и в том, насколько эти чувства означают действительно то, что в них заложено. Потому что, во-первых, если вы спрашиваете, в принципе, адекватны ли ваши эмоции, да, то это уже автоматически означает, что вы в себе не уверены. Это первое. Второе. И обида. И неприемлемость, например, чего-либо. Это нормальные чувства. Они адекватны, потому что они вам нужны прямо сейчас. Другое дело, как вы с ними обращаетесь. И как вы решаете какие-то вещи, связанные с ними. Например, вы думаете, что если вы обижаетесь, и если человек, например, например, ну, давайте скажем так. Если человек, например, извиняется, он извиняется перед вами, он говорит, прости, был неправ, извини, вот там, и так далее, и так далее, и так далее, то вы считаете, что это решает проблему. То есть, в обиде изначально заложено, что только другой человек может, ну, организовать вам некое пространство, где вам будет хорошо. В обиде заложено это. Это зависимость от другого человека в этом смысле. Потому что за свой комфорт отвечаете вы, и вы его организовываете. И другой человек не может влиять глубинно на, допустим, вашу ценность. Но вы можете чувствовать, что вам что-то неприемлемо. Вы можете чувствовать, что что-то не соответствует вашим ценностям. Вот. Ну, например, вы считаете, что если вы, допустим, собираетесь в ресторан, вот, и если, допустим, ваш муж вас ждет, то, допустим, ну, так и надо, например, вы можете считать, что этот вечер ваш, что он принадлежит только вам, никаких бывших, никаких детей, ничего. Это ваше право. Это полное ваше право, так считать, это полное ваше право действовать в такой парадигме. Это нормально. Понимаете? И если мужчина, ну, действует не в соответствии с вашими ценностями, вы можете чувствовать отвращение. Вы можете чувствовать оторжение. Вы можете чувствовать желание быть от человека подальше. Да? Потому что, ну, вот такая разница. Но при этом вы не обесцениваете себя. При этом у вас не появляются мысли о том, что я второстепенно, и моими интересами можно пренебречь. Наоборот. В этой ситуации вы как будто бы чувствуете свою ценность. Вы понимаете, как нужно вам. Вы понимаете, как вы хотите. Вы понимаете, что для вас важно. И вы сталкиваетесь с тем, что человек этого не делает. Да, это можно обсуждать. Да, это можно проговаривать. Да, можно учиться коммуникации. И можно учиться бесконфликтному общению. Все правильно. Да, можно. Но здесь дело не в этом. А здесь дело в том, что вы с готовностью начинаете сами себя обесценивать. Полагая, что в этом виноваты окружающие люди. И возлагаете на них ответственность за свои неприятные чувства. Как бы требуя от них того, чтобы они делали как-то, чтобы вам было хорошо. Это не решает проблему. Потому что если вы себя обесцениваете сами по себе, а именно так скорее всего и происходит, то вы обязательно найдете что-то, что станет формой этого обесценивания, но присвоенной другому человеку. Грубо говоря, вы занимаетесь здесь проецированием. Вы приписываете мужу, вы приписываете сыну то, что делаете сами с собой. По большому счету. Вот. И как бы вот это нужно корректировать. И когда это будет скорректировано, я думаю, что вы сами прекрасно решите, что для вас приемлемо, что для вас неприемлемо. И там, условно говоря, какое соотношение к критической массе, да? То есть понятно, что все люди не могут делать того, что мы считаем хорошим, правильным и прочее, потому что у всех людей свои представления об этом. Но о какой-то критической массе, я думаю, можно, в принципе, говорить. Можно говорить. Но и вы это решите именно тогда. Сейчас, беспокоясь о проблеме своей ценности, вы не можете этого решить. К сожалению. Не можете. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok